Добрый вечер! Программа развития села позволяет создавать достойные условия жизни в глубинке. На Столинищине прошло открытие ясли сада в деревне Ремель и физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Ольшаны. Взятые обязательства по реконструкции и строительству 188 молочно-товарных ферм до конца года будут выполнены. Губернатор проверил строительство комплекса в деревне Большое Малишево Столинского района. Солдатский долг исполнен ими свято, порой ценой жизни выполнен приказ. Реконструкция памятника воинам-интернационалистам в городе Бресте подходит к завершению. Голливудская улыбка или как правильно чистить зубы. В областном центре проходит неделя здоровой улыбки. Роборейс или минерали для роботов. В Техническом университете областного центра проходит неделя робототехники. Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. Добрые традиции в Беларуси не теряют своей актуальности. Так уж сложилось исторически, что в канун государственных праздников в нашей стране открываются новые объекты социальной направленности. Новоселы получают ключи от квартир, горожане, новые медицинские учреждения, школы, детские сады и спортивные объекты. Это подарок государства людям. Цитата. «Думаю правильно, что в канун государственных праздников мы открываем производственные и социальные объекты, значимые как для региона, так и для страны в целом. Основа любого государства является здоровая нация, и на эти цели в стране не жалеют средств». Это слова губернатора Брестского региона Константина Сумара на торжественной церемонии открытия детского сада в деревне Ремель и физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Ольшаны Столинского района. Только в 2013 году в этом регионе введены в строй два физкультурно-спортивных комплекса и детский сад. И Столинщина заслуживает такие объекты, потому что здесь живут трудолюбивые люди. А самое главное, здесь очень серьезно относятся к укреплению семьи и ее ценностей. Тему продолжит Лариса Смолович. Столинский регион – лидер в Брестской области по количеству новорожденных. В этом году уже более 800 младенцев появились на свет. И семьи многодетных здесь порядка двух тысяч. Еще один детский сад в деревне Ремель здесь был просто необходим. Главный герой торжества – открытие нового, уютного дома для детей, конечно, сами малыши. Но церемония стала праздником для всех жителей. На открытии в числе гостей – те, кто финансировал и строил. Те, кто вкладывал душу в дизайн детского сада. Представители областной и районной вертикали – строители, воспитатели, родители. Именно на Полесе у нас в том же Столинском районе проживают прекрасные люди. И самое главное, что многодетных семей очень много. Семьи, которые трудолюбивые, семьи, которые учат своих детей и к труду, и к тому, как жить на свете. Это самая главная опора нашей страны в будущем. Поэтому я считаю, что правильно, что эта политика, дойти до каждого села, до каждой глубинной деревни, которая находится далеко, может быть, из центра, она выполняется, она очень правильно. Приятно строить, конечно, объекты социальной сферы, вот как вот садики, когда детки видят их улыбки. И детей, как они в этих уютных комнатах своих, помещениях для спальни, игровые, улыбаются. Ну, современные. Люди на Столинске и так у нас очень хорошие каменщики. Вы можете увидеть везде нашу кирпичную кладку и на домах, и на садиках. Я думаю, что и отношение у людей Столинских совсем другое к работе. Они более ответственные относятся. А к садику, это у каждого человека зависит. Если он знает, что строит садик, я думаю, для меня, то я больше нахожусь на этом объекте, больше ответственность у меня за этот объект, чтобы было это качественнее, красивее. Ремельский яслий сад получился ярким, уютным, комфортным и по-настоящему домашним. Рассчитанный на 75 мест, он удовлетворит запросы родителей, которые смело могут отдавать в опытные руки педагогов своих драгоценных чад, начиная с двухлетнего возраста и до самой школы. Условия для детей совсем другие. Здесь созданы условия именно для качественного образования дошкольников. Здесь уже можно будет говорить о качестве. Когда речь идет только о количестве, это одно, когда надо охватить большее количество детей. А здесь можно говорить, что мы уже будем делать качественное дошкольное образование, потому что для этого созданы все условия. А условия вы прекрасно видели. Они больше даже подходят к столичным условиям. В учреждении образования созданы все условия для гармоничного развития детей. Комната детского творчества, прекрасные современные спортивные и музыкальные залы, уютные спальни и игровые, а еще подарок губернатора – компьютерный класс. Финансирование яслий сада велось за счет средств областного бюджета и обошлось казне в более чем 26 миллиардов белорусских рублей. Сейчас надо рассчитывать только на бюджет области, то есть надо делать все возможное, чтобы регионы наши эффективно работали. И на основе этого только мы будем иметь возможность строить вот такие социальные объекты, я имею в виду и школы, и детские садики, и больницы проводить парадок, те, которые мы не довели до ума еще. Именно на себя надо рассчитывать. Хотя программа, которая по возрождению Припятского полесия, она частично финансируется и будет финансироваться большей работой именно что касается газификации, водоснабжения, милиарации за счет государства. Тут очень большую роль играет помощь государству. Программа возрождения и развития села, определившая главные акценты аграрной политики, а также программа развития Припятского полесия, позволяют создавать достойные условия жизни в глубинке. Яркий пример тому и открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Ольшан. Это еще один подарок жителям Столинщины в канун праздника. Построен он по просьбе самих жителей. Объект был возведен за 9 месяцев. На его строительство и оснащение было направлено порядка 20 миллиардов. В апреле месяце прошлого года, когда был президент нашей страны в Ольшанах, он людям пообещал, что обязательно сделаем спортивный комплекс. И дал такое поручение. И мы это поручение президента выполнили. Линия, которую ведет наш президент по социально ориентированному развитию нашей страны, она не претерпит изменений. И поэтому, как бы сложно ни было при формировании бюджета, но социальная направленность будет сохранена. И вот все те объекты, которые мы запланировали в области социального характера, все затраты, которые мы должны профинансировать и в образовании, и в медицине, и в культуре, они будут обязательно выдержаны. И ущерба тут никакой не будет для этих отраслей. Ольшаны – один из самых крупных агрогородков в Беларуси. Проживает здесь 7 тысяч человек. Очень много молодежи. И именно они сегодня заполнят спортивный зал нового ФОКа. Именно они придут в ренажерные залы, залы для фитнеса. Ребятишкам и взрослым Ольшанцам по вкусу придутся и наружные спортивные площадки с искусственным покрытием. Кузница олимпийских кадров готова принять всех желающих. Что касается нашего комплекса, да, это сооружение, конечно, уникальное. Для агрогородка – это одно из лучших в республике. И даже областные города могут гордиться именно таким сооружением. Поэтому это, я считаю, поистине президентский подарок. Я уже детям своим сказал, я даже их буду подвозить сюда в выходные дни на тренировочки, суббота, воскресенье. Я с ними буду работать, потому что здесь условия созданы для легкой атлетики. Обретать новые дома, больницы, спортивные объекты и учреждения образования государственному празднику – это дань традициям. Равно, как и сам этот день. Но вне зависимости от времени и расстояний, во всех регионах строительство социальных объектов будет вестись. Ведь сделать нужно еще очень много. Все параметры, с которыми мы будем заканчивать этот год, они вселяют уверенность, что у нас будет неплохой старт уже в январе 2014 года. А это как раз будет залог того, что будет наполняться бюджет и будет возможность профинансировать все те планы нашей задумки, которые мы будем планировать на 2014 год и 2015 год. Потому что все равно некоторые задельные объекты из 2014 года не перейдут в план, а в 2015 год без задела не будет 2015 года. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Отдел праздничных – делам проблемным. Глава региона Константин Сумар, находясь в Столинском районе, нашел время, чтобы проинспектировать, по его словам, критический объект – строящуюся молочно-товарную ферму в деревне Большое Малишево. Не смогли отказаться от возможностей вместе с губернатором увидеть, что сделано и насколько реально завершить строительство до конца года и наши корреспонденты. В 2012 году в белорусском правительстве был составлен план, по которому 1208 молочно-товарных ферм решено реконструировать и переоснастить техникой, а также построить для них новые современные доильные залы. Надо – значит надо. Тем более, что решение «Разумная Брещина» как регион аграрный активно включилось в работу. За это время в области через реконструкцию прошли уже сотни молочно-товарных ферм. Построено новых – порядка 60. Результат успешный. В 2013 году было взято обязательство реконструировать и построить 188 ферм. На сей момент остались незаконченными 14, 10 из которых к концу ноября сдадут в эксплуатацию. А вот четыре из них находятся в критическом состоянии. Одна – ферма в деревне Большое Малишево. Я вижу, что если строителей достаточно здесь уже работает, чтобы в декабре месяце эта ферма тоже может… Здесь уже здание прекрасное, построенное, скользко стоит. А вот доильный зал в полном объеме как раз они могут вытянуть за ноябрь и, ну, где-то первую половину декабра месяца. Вот им такой срок дается, и эта ферма тоже будет введена у строя. Как говорят на родине, нет проблем там, где ничего не делается. На ферме в Большом Малишево зал для содержания коров – современный, добротный, введен в строй. Дело за малым. И этого малого осталось немного. Строители СПМК-24 обещают – все будет сделано. Хозяйский глаз губернатора также подмечает, что до конца года с окончанием строительства справиться можно. По большому счету, мы ту задачу, которую поставил перед нами президент в области, выполняли. Да, с каким-то издержками определенными. Мне что-то тоже не нравится, в том числе не нравится, что этот объект до сих пор мы не закончили. Ну, тут можно массу причин найти, но я считаю, что тут и не только финансовые проблемы есть, которые нам помешали вовремя сделать эту работу. Ну, где-то, может быть, мы тут нерасторопно поступили. Другое тут не дано. Но я хочу еще раз сказать, что поручение будет выполнено. Существенный вклад в развитие региональной экономики вносят труженики сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающих пятую часть всего внутреннего регионального продукта Брещена. Это самый высокий показатель по республике, и достигнут он в том числе благодаря серьезной модернизации аграрной отрасли. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. А потому короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей, будет вполне уместен. В Республике Беларусь 7 ноября считается официальным государственным праздником. День Октябрьской революции вспоминают во всех регионах страны. Брещена не стала исключением. На центральной площади Бреста состоялась церемония возложения цветов к памятнику Ленина. В ней приняли участие представители местной власти, Белорусского республиканского союза молодежи, общественных организаций ветеранов, а также Коммунистическая партия Беларуси. Сегодня отношение мировой общественности к революции 17-го года неоднозначно. Но каждый человек имеет право на свое мнение, на свою оценку тем событиям, которые происходили в нашей истории. Но самое главное, что из каждой истории необходимо извлекать уроки, желательно правильные. В единственной стране постсоветского пространства день 7 ноября остался праздничным днем. И не только праздничным днем. Многие трудовые коллективы сверяют свои часы по этому знаменательному событию. И пример тому вчерашний день, сегодняшний день, когда они будут салютовать Великому Октябрю своими трудовыми подвигами, своими достижениями, вводя в строй новые объекты социального значения. В ноябре в городе Надбогом стартует межведомственная профилактическая акция «Без этого можно жить». На этой неделе прокурор Брестской области Иван Носкевич совместно с представителями ведомственных структур региона провел пресс-конференцию, посвященную вопросам и особенностям проведения данной акции. Ее главная цель – профилактика подросткового алкоголизма. Часто злоупотребление алкоголем ведет к совершению преступлений и правонарушений. Чтобы подростковый алкоголизм не стал бичом нашего общества, в рамках акции в учреждениях образования города будут проводиться мероприятия. Акции и спортивные состязания направлены на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. У специалистов Брестского областного эндокринологического диспансера новое ультрасовременное оборудование, полученное благодаря гранту от японских коллег. Достоинства нового аппарата сложно переоценить. Сегодня врачи имеют уникальную возможность поставить правильный диагноз при малейших изменениях щитовидной железы, которые невозможно рассмотреть на другом оборудовании. Перешли на новый качественный уровень диагностики заболеваний щитовидной железы. Мы видим то, что раньше не видели. И нас это не только удивляет, но и облегчает нам труд. А также создает особые условия для пациентов. Пациенты, у которых выявится заболевание на ранних стадиях, им гораздо проще справляться с этой болезнью. С помощью этого оборудования можно выявить рак диаметром 1-2 мм. То есть очень высокого класса экспертного. И мы сами порой удивляемся, что мы находим. Раньше мы не видели этого. В Брестской крепости в выставочном зале у Холмских ворот начала свою работу экспозиция Ивана Медведева «Брест и Брестская крепость. 50-е годы 20 века». Художник и архитектор. Мастер и философ вкладывал в свои полотна огромный смысл, который сегодня понятен как старшему поколению, так и молодежи. Несмотря на то, что родился Медведев за тысячи километров от Белоруссии, тема «Брестской земли и Брестских людей» заняла в жизни художника особое место. Здесь он создал одни из своих лучших работ, которые сегодня удивляют своей простотой и изяществом, шармом и большой энергией. Ирина Кузнецова, дочь мастера, представила экварели середины прошлого века с видами Бреста и крепости. Эти работы долгое время были недоступны для обозрения и хранились в домашних архивах. Теперь право лично ознакомиться с коллекцией есть у Брещан и гостей города Надбугом. Солдатский долг исполнен ими свято, порой ценой жизни выполнен приказ. Эти слова, как нельзя, точно говорят о подвиге воинов, выполнявших свой интернациональный долг в Египте, Андоле, Камбодже и Лаосе, Кубе и Сирии, Алжире и Афганистане. Афганская война оставила кровавый отпечаток в истории СССР. Тысячи погибших солдат, слезы матерей, жены детей, невосполнимые утраты и скалеченные судьбы. 25 лет в 2014 году исполнится с того момента, когда последний советский солдат покинул Афганистан. В Бресте свято чтут эту дату. Торжественные мероприятия проходят каждый год у памятника воинам-интернационалистам. Возведенный в 1991 году, к сожалению, он со временем потерял эстетический вид, стал разрушаться. Городскими властями было принято решение реконструировать памятник. Сегодня на территории ведутся завершающие работы. Решение о реконструкции старого памятника воинам-интернационалистам было принято в этом году на встрече председателя Брестского горосполкома Александра Полушенкова с участниками локальных войн и воинских конфликтов. У мэра слова с делом не расходятся. Тем более, что скульптурная композиция действительно нуждалась в обновлении. Созданная в 1991 году из непрочного и недолговечного материала, она со временем начала разрушаться. Сегодня, под неусыпным наблюдением главы администрации Московского района города Бреста Александра Рогачука, строительные работы подходят к своему логическому завершению. Это было нужно для всех. Это была память людей, которые пришли с войны. Это было общее более заявление. Делали его очень быстро. Ну и в то время мы не думали, что он простоит столь длительное время. Мы думали, что что-то будет меняться, но ничего не изменилось, слава Богу. И он просто не морально устарел, потому что это тот же памятник, точно тот же памятник, а просто он сделан из другого композиционного материала. Потому что он уже начинал разрушаться. И когда происходил демонтаж, то он буквально рассыпался на глазах. Для нас очень важно каждый шаг при проектировании данного объекта, при подборе какой-то цветовой гаммы, при подборе каждого слова, согласовывать именно с теми людьми, во имя которых и сделан этот мемориал. Поэтому каждый шаг мы согласуем с афганским активом. В феврале мы будем отмечать 25-летие вывода войск из Афганистана. И новый обновленный реконструированный мемориал будет центром проведения данных мероприятий. Но самое главное, что вот это место будет играть на патриотическое воспитание круглогодично. Здесь мы будем проводить мероприятия со школьниками Московского района. Здесь мы будем проводить, отмечать торжественные даты, не только посвященные Афганской или какой-нибудь другой войне. Здесь можно сформировать новые традиции. Только в областном центре порядка полутора тысяч ветеранов войны в Афганистане и 150 участников других локальных войн. 27 человек не вернулись с войны. Свой солдатский долг они выполнили с честью, не обсуждая, кто отдавал приказы и зачем о них должны знать. Их обязаны помнить, а памятник воинам-интернационалистам – живое напоминание о том, что нет в нашей жизни ничего страшнее, чем в мирное время погибать на войне. Считаю абсолютно правильным идею нашего руководителя города не искать новые варианты памятника, а пойти по варианту аутентичного памятника. Хороший он или плохой, пусть рассудит нас время. Поэтому обновленный памятник – это новый, естественно, памятник, он точная копия того, который стоял здесь уже не один десяток лет. Ухоженная широкая аллея будет вести каждого брещанина к памятнику воинам-интернационалистам. Здесь будут проходить митинги, реквиями, другие памятные мероприятия, участие в которых примут молодые люди, школьники и студенты, которые знают о войнах, к счастью, лишь по учебникам. Ведь Беларусь – мирное государство, и наши сыновья не принимают участия в военных конфликтах. Это большое завоевание нашего государства, нашего руководства, нашей страны, что современные белорусы, современная молодежь не знает, что такое горячая точка. Современная молодежь не знает, что такое война. И это очень здорово. Это показывает о том, что мы миролюбивый народ. Но каждый миролюбивый народ должен помнить свою историю, свои героические страницы, которые не так давно от нас отходят. Это ведь только 25 лет прошло. Поэтому я очень надеюсь, чтобы этот мемориал был крайним, последним тем ребятам, которые отдали свои жизни в горячих точках и вообще на войне. Лариса Осмолович, Виктор Халявка, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Говорим не только о важном и актуальном, но об интересном и познавательном. В ноябре в городе Радбугом проводится комплекс мероприятий в рамках месячника «Здоровые улыбки». Все они направлены на информирование и консультирование населения о важности и методах сохранения здоровья полости рта. Все, кто заботится о состоянии своих зубов на базе 45-й аптеки, накануне ждали специалисты-стоматологи, а также представители предприятия, специализирующегося на выпуске средств по уходу за зубами. Наш корреспондент Анастасия Стропко узнавала, насколько сознательны брещане в деле профилактики стоматологических заболеваний и на что стоит обратить внимание при уходе за детскими зубами. Чистить зубы два раза в день, посещать раз в полгода стоматолога и стараться есть как можно больше продуктов, содержащих кальций. Это основные правила укрепления зубов и сохранения здоровой и белоснежной улыбки. Их знают и хочется верить, выполняют большинство, ведь от состояния полости рта зависит не только внешняя привлекательность, но и здоровье человека. К примеру, кариес – одна из самых распространенных зубных болезней, к которой зачастую относятся пренебрежительно, может не только лишить зубов, но и, как любой хронический воспалительный процесс, стать причиной серьезных осложнений. Зубочелюстная система – это одна из систем, которая также влияет на здоровье всего организма, не только непосредственно на прием пищи, но через этот полос поступают все питательные вещества. И насколько тщательно человек будет, во-первых, ухаживать за своими зубами, во-вторых, своевременно проходить профилактические мероприятия, будет влиять и на здоровье всего организма в целом. Только 5% всего населения города над Бугом имеют абсолютно здоровые зубы, в то время как остальные свой первый визит к стоматологу делают, когда уже ощутили все прелести зубной боли. Большинство брещан о существовании зубов и необходимости посещать стоматолога вспоминают только тогда, когда боль не дает спокойно жить и работать. Как следствие, глубокий кариес, парадонтоз и другие проблемы полости рта. Поэтому откладывать визит к стоматологу в долгий ящик не стоит. Бояться не надо, на самом деле это все, ну как бы, просто у многих страхи из детства остаются. Сейчас, ну, половина людей, которые приходят, ну, вы видите у нас новые установки, новое оборудование, то есть сейчас при необходимости лечение производится с анестезией, поэтому многие люди уходят счастливые, довольные, говорят, что к вам можно просто приходить отдыхать. Не допустить печальных последствий можно при правильной и своевременной профилактике. Для сохранения здоровья зубов в нашей стране действует комплексная программа, основное внимание в которой акцентируется на рациональном питании, приеме вторсодержащих препаратов, а также гигиеническом воспитании населения. Как правильно ухаживать за полостью рта, вчера в рамках акции, которая проходила на базе 45-й аптеки, всем желающим рассказывали врачи-специалисты. На базе аптеки 45 города Бреста, Брестская рубформация, День здоровья в рамках месячника здоровой улыбки проходит впервые, но акции в направлении здорового образа жизни, формировании здорового образа жизни проводятся на базе аптеки 45 уже не первый раз. В данном случае посетителям аптеки предлагаются консультации врача-стоматолога для взрослого населения, детей и подростков. Бытует мнение, что родителям можно не слишком тщательно следить за состоянием зубов у маленьких детей. Молочные все равно со временем обновятся постоянными или коренными. Но стоматологи утверждают, что такое отношение неверно и настаивают на том, что следить за зубами нужно начинать с момента их появления. А к самостоятельной чистке врачи советуют приучать ребенка постепенно в форме игры. Постепенно в форме игры вместе с мамой до двух лет дети должны приучаться к зубной щеточке. Вначале, пока ребенок не научился хорошо выполаскивать ротик, выплевывать зубную пасту, дети очищают зубки с помощью родителей без пасты. В форме игры выметающими движениями, но должны приучаться очищать зубы не менее трех минут. Постепенно, это до двух лет, постепенно с двух лет должны дети приучаться чистить зубки уже с помощью щеточки и с применением детской зубной пасты. Наносится детская зубная паста, маленькая горошинка и также очищающими движениями. Вместе с помощью родителей очищаются все зубки тоже не менее трех минут. Регулярное санирование и консультации врачей помогут избежать серьезных неприятностей с состоянием зубов, а следовательно, всего организма. И мероприятие, подобное проведенному, – хорошая информационная помощь. Ведь болезнь легче предупредить, чем потом лечить, тем более, что уход за зубами несложен и не потребует много времени, но, несомненно, принесет пользу. Красивые, здоровые и белоснежные зубы – это не только старания дорогостоящих стоматологов. Как правило, знаменитая голливудская улыбка – заслуга самого ее обладателя. Анастасия Стропко, Александр Воронин, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. В возникновении и развитии роботов и робототехники – яркий пример реализации общественной потребности в повышении эффективности производства, а также в освоении новых пространств и сфер деятельности. Сегодня с роботами мы можем столкнуться везде. Они упрощают труд человека. Благодаря им он становится легче и совершеннее. Неделя робототехники в Бресте уже не первый год показывает, насколько работой в этой сфере заинтересованы как ученые, так и обыватели. В этом году программа была насыщена всевозможными семинарами и практическими занятиями по созданию роботов. Но все же самым интересным действом из года в год остается робо-рейс – минерали для роботов. О ярких моментах недели робототехники 2013 в материале Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Уже третий год подряд Брестский государственный технический университет принимает в своих стенах одно из самых ярких и интересных в научно-технической сфере мероприятий – неделю робототехники. На протяжении нескольких дней команды из России, Беларуси, Украины, Польши, Чехии и Словакии совершенствовали свое мастерство в создании настоящих роботов, за которыми – будущее экономики и промышленности. Они помогут сократить расходы на оплату труда, оптимизировать новые технологии и выведут промышленную сферу на новый уровень. Тема робототехники очень актуальна, потому что это один из, как говорят, драйверов экономики, то есть то, что позволяет развиваться, снижать себестоимость, то, что позволяет создавать новые товары, то есть это такая популярная экономическая тема с одной стороны. Со второй стороны это направление, которое синтезирует в себе электронику, механику, современные алгоритмы и современные компьютерные технологии, то, что позволяет двигать вообще вперед просто современные информационные технологии. Семинары и тренинги, научно-практические конференции и круглые столы – целый цикл занятий для плодотворного обмена опытом. Ведь робототехника – это интенсивно развивающаяся научно-техническая дисциплина, которая изучает не только теорию конструирования роботов, но и проблемы комплексной автоматизации производства и научных исследований с применением машин. Ученые считают, что именно робототехника поможет поддерживать стабильную экономическую ситуацию. В плане изучения, после изучения подобных методов, это один из самых интересных, потому что он недавно появился, и еще как бы не везде присутствует. Так, при помощи этого метода решаются задачи оптимального управления, допустим, поиска оптимальной траектории робота, управления лифтом, управления вертолетом, например, автономное управление вертолетом. То есть, когда вертолет сам летает, это совсем нелегкая задача. Самое интересное и долгожданное мероприятие недели робототехники – робо-рейс, или так называемые мини-рали. На протяжении нескольких дней участники совершенствовали и дополняли свои модели, меняли программную часть, чтобы добиться идеального результата, высокой скорости и реакции на препятствия. Для участников мероприятия робо-рейс – это не просто соревнование техники. Это шанс открыть для себя что-то новое, чтобы в следующем году дополнить модели новыми функциями и устройствами. Мы представляем сегодня пять моделей. Что характерно, четыре из них едут дальше. Главная модель, которая не будет победителем, но я ее сделал специально для Белоруссии. Она мне напоминает мое детство – трактор «Белоруссия». В Белоруссии еще трактора делают хорошо. Если все хорошо будет, я надеюсь, представители этого белорусского трактора видеть у себя для них же делом. Видите, это резина, это красота. Но этот трактор будет ездить медленно, но уверенно. Нашего робота зовут Френки. Он собран буквально за две недели соревнований в ужасном темпе. В общем, проект выходного дня. Так как мы выступаем впервые, то для нас хотелось бы пройти квалификацию и выступать хотя бы в полуфинале. Робо-Рейс благодаря проекту «Неделя робототехники» пользуется популярностью как у брещан, так и у гостей города над Бугом. Они приходят вместе с детьми, чтобы своими глазами посмотреть, как функционируют роботы, познакомиться с техническими новинками и открыть для себя нечто новое. Организаторы «Недели робототехники» уверены, что в следующем году это мероприятие не останется без внимания общественности. Ведь, как известно, нет предела совершенству. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей. До встречи в эфире. В воскресенье в Брестской области сохранится дождливая и умеренно теплая погода, обусловленная переместившимися на Беларусь Западной Европы активными атмосферными фронтами, которые принесут время от времени дожди. Утром и днем достаточно сильные. В течение суток температурный фон будет колебаться от 80 ночью до 7 градусов тепла днем. В ночь на понедельник еще сохранится влияние фронтальных разделов. Днем погоду начнут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. На Брещене будет наблюдаться переменная облачность. В отдельных районах сгустится туман. Температурный фон ночных часов 3,5 со знаком плюс. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки 8 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова